Садгуру Пранам Садгуру Пранам, наше трио Шанкар Эхсан Улой сочиняет музыку уже 23 года. Меня всегда восхищала концепция числа 3. Число 3 для меня ассоциируется с самыми различными аспектами. Нейтрон, протон, электрон, Брахма, Вишну, Махеш. И наша группа тоже состоит из трёх человек. Какое значение имеет число 3? В чём его важность и каково его влияние? Намаскарам Тримурти Шанкар Эхсан Улой Существуют разные Тримурти. Триметра, Три Шула, Три Кала. Все они являются эволюцией идей фундаментального переживания человеческой жизни. Весь человеческий опыт произрастает из этих трёх аспектов. Наша память относится к прошлому, которое называется Бута Кала. Наше переживание всегда в артамана или настоящее. А наше воображение и стремление всегда будут обращены к будущему. Это Бхавиши. Таким образом, человеческий опыт жизни протекает между памятью, переживанием и воображением. Исходя из этого, многие аспекты, вытекающие из этих трёх составляющих, кристаллизировались в нашей культуре как три. Тринетра, Три Кала, Три Шула и вы, ребята, Тримурти. Необходимо понять, что все эти три измерения существуют в артамане. И прошлое, и будущее на самом деле существуют сейчас, потому что только сейчас вы можете вспомнить, только сейчас вы можете вообразить. В мире, особенно в США, популярны такие учения. Но я думаю, что они также затронули и западное побережье Индии. Люди повторяют «будь в моменте, будь в моменте». Они поклонники настоящего. Но я не понимаю, почему вам говорят «быть в моменте», если вы не можете быть нигде, кроме него. Где ещё вы можете быть? Кто-нибудь может показать мне, где он может быть ещё, кроме как в моменте? В любом случае, мы укоренены в артамане. Но наши воспоминания относятся к прошлому, а наше представление и стремление — к будущему. По сути, люди, которые поклоняются только сегодняшнему дню, говорят вам «живи в настоящем, не думай о прошлом, не думай о будущем». Для достижения такого уровня способностей, когда мозг смог настолько раскрыться и обрести живое чувство памяти и фантастическое чувство воображения, потребовались миллионы лет эволюционной работы. Но сегодня вам говорят «давайте отбросим всё это и будем как земляной червь». Я ничего не имею против червя, это очень экологичное существо. Но нельзя отказаться от всей этой эволюционной работы, которая привела нас к такому уровню умственных способностей в пользу какой-нибудь простой философии. Причина, по которой люди говорят так, в том, что, по сути, есть два основных источника человеческих страданий. Люди могут страдать из-за событий десятилетней давности, либо из-за того, что может произойти послезавтра. Это значит, что они страдают не от жизни, а от своей памяти и воображения, двух самых фантастических способностей человека. Именно живое чувство памяти и фантастическое чувство воображения отличают нас от всех других существ. Люди хотят отказаться от них, потому что не знают, как справиться со своими мыслями и эмоциями. Если бы вы могли вспоминать что-то с радостью, либо представлять что-либо с восторгом и блаженством, разве вы хотели бы от этого отказаться? Просто воспоминания и представления стали компульсивными, и они создают целый мир страданий. Поэтому люди говорят о том, как забыть прошлое, как не думать о будущем. Это неправильный способ управления человеческой жизнью. Очень важно, что существуют все эти трикалы, что существуют три измерения. Это трешулы и тринетры. Существуют три измерения восприятия и переживаний жизни. И мы очень рады, что существует тримурти Шанкара Эхсена и Лоя. Пожалуйста, продолжайте создавать замечательную музыку, и будем воспевать тримурти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!